Комплексы исторических памятников Национального природного парка Баянаулы заслуженно включены в список ЮНЕСКО. Такое мнение высказала группа зарубежных и отечественных ученых международной организации, которая посетила Павлодарскую область. Участники экспедиции, ознакомившись со священными местами Баянаульского региона, дали независимую оценку. Подробнее в материале нашего корреспондента. Визит группы зарубежных и отечественных ученых был организован в рамках программы «Культура и история Великой степи». В ходе экспедиции, которая продлилась несколько дней, специалисты познакомились с богатой историей гор и скал Национального природного парка. Чего только нет в нашей Великой степи. В Баянауле больше природных памятников, чем лесных богатств. В частности, это священное место Кунгра-Аулье, Кемпортас. Сейчас это редкий природный памятник в Казахстане. Все эти скалы должны быть взяты под защиту всего мира, а не только государства. В состав экспедиции ЮНЕСКО вошла бельгийский антрополог Анна-Мария Вельмен. Мы поближе познакомились с жизнью людей, живущих не только в истории кочевников, но и в наше время. Все это отражено в Баянаульском регионе. Нам отрадно видеть все это. Они должны быть сохранены на международном уровне и тщательно изучены. Этот исторический памятник привлек внимание ученых региона. Древние скалы, относящиеся к бронзовому веку, могут принести новый прорыв отечественному и зарубежному научному сообществу. Именно здесь эта земля всегда была священа. Со времен древних кочевников и по сей день мы видим древнюю культуру, древнюю религию. Мы видим традиции наших предков. Поэтому Баянаульский природный заповедник заслуженно включен в список ЮНЕСКО. Сакские курганы или священные рукописи существуют только в нескольких странах мира. Первые были найдены на территории Алтайского края и Монголии. Еще одна большая группа памятников принадлежит Центральному Казахстану и Баянаульскому региону. Эксперты считают, что эти объекты были созданы 2500 лет назад. Хотя первые исследования в регионе были проведены в 80-х годах прошлого века, их секрет по-прежнему неизвестен. Эксперты сделали несколько научных предположений. Здесь есть храмы и культовые памятники доисламской культуры. Существует гипотеза, что сложные культовые объекты использовались в астрономических целях, чтобы изучать восход и закат Солнца. Среди самых значимых археологических объектов являются знаменитые курган Сусами, сакские курганы на озере Турегир. Здесь две с лишним тысячи лет назад существовал большой, огромный, можно даже сказать, храм под открытым небом, где сакские кочевники возносили молитвы своим древним богам. И изображение этих древних богов в виде солнечного диска мы можем видеть на каменных стелах, обломки которых здесь вот усеяно, ими все вокруг этого кургана сосредоточены. Нужно сказать, что стелы имели высоту до 6-8 метров, и здесь на камнях сохранились изображения архаров, солнечных дисков. Сакские курганы у озера Турегир были тщательно изучены в течение последних двух лет. Участники экспедиции были поражены тем, насколько хорошо эти памятники были сохранены. Если мы видим в некоторых регионах, они разграблены или же, например, они уничтожены, их невозможно восстановить. Здесь я смотрю, что сами только камнеписные вот эти памятники, я их называю. Почему камнеписные? Потому что они хранят огромнейшую историческую информацию в виде петроглифов. Огромный комплекс нашего Казахстана, вот только лишь, вот именно этот Баянаульский заповедный национальный парк, он совершенно не учтен. И он совершенно, ну почти не изучен. На территории Баянаульского природного парка расположены более 50 исторических и природных памятников. Участники экспедиции считают, что все они должны быть защищены международными организациями. Ученые планируют начать разработку необходимой документации археологических памятников. Асим Утешева, Саматос Панов, Марат Игликов, Хабар-24, Павлодарская область.